Главная новость прошедшей недели накрыла нас в минувшую среду, 31 марта. Владимир Путин внезапно объявил о том, что он перераспределяет собственность компании БСК и Башкирии с барского плеча достаются 38% в собственность и еще 12% в управление. 12% плюс одна акция. В сумме все это дает контрольный пакет 50% плюс одна акция. Надо, конечно, обратить внимание на то, что БСК так и осталась полностью государственной компанией теперь. Единственное, что распределили ее между собственностью Российской Федерации и собственностью субъекта Российской Федерации. По сути, это, конечно, одно и то же. Но это очень важное изменение для Башкортостана с точки зрения получения потенциальных дивидендов от компании, потому что поступления от БСК были весьма существенны и весьма ощутимы. В регионе немедленно случилась реакция на это мудрое решение Верховного Главнокомандующего. Шариковы всех мастей завопили о том, как прекрасно все отняли и прекрасно и справедливо поделили. В телевизор вползли всякие профессора экономики, которые рассуждали исключительно не на экономические темы, а оперировали категориями справедливости почему-то. Завывания эти продолжались примерно двое суток. Отметились все, кто в последнее время ушел на задний план или считают, что он недостаточно замечен начальством всякие. Шамиль Валеева и прочее на все лады причитали о мудрости руководства и многие договорились до того, что в принципе Хабиров так и задумывал заранее. В общем, было очень смешно, но постепенно вся эта пена осела. И, конечно же, нужно обратить внимание на то, что громче всех кричали те, кто, собственно, больше всего противостояли этой ситуации. Особенно отвратительно выглядело, конечно, заявление господина Барданова о том, что вот это вот все, что случилось с Куштау и с БСК, это в его представлении победа над неолиберализмом. Судя по всему, вице-премьер нашего правительства в очередной раз выучил новое слово. Оно его очаровало, он не до конца вник в его содержание, но начал его направо и налево употреблять. Барданову бы, конечно, помолчать бы, потому что общеизвестно и из многих источников известно о том, что именно Барданов, Кельсенбаев и Сидякин занимались тем, что подвозили, организовывали вот это противостояние на горе Куштау, я имею в виду, подвозили непосредственно кадры для вот этого конфликта. Это мне лично рассказывал человек, который своими глазами видел, как Барданов вез туда некоторую группу людей, на собственном автомобиле доставлял туда каких-то непонятных бойцов. В общем, конечно, помолчал бы, за умного сошел. После того, как затихли завывания всяких Шамильев и Валеевых, и, кстати говоря, мы чуть позже поговорим об этой психологии Шариковых, так вот, когда все это затихло и утихло, остались на поверхности вопросы. И вопросов это действительно очень много. В первую очередь, люди более или менее уравновешенные задали себе вопрос, не является ли вот эта история с передачей акции в собственность бюджета Башкирии, в собственность региона, предвыборной акцией. Очень логично было бы предположить, что, стремительно теряя рейтинг партии «Единая Россия» и стоящий, по сути, за ней Владимир Путин, решили неким образом подлатать вот эту ситуацию и подправить свое положение. Пытаясь осмыслить целесообразность этого действия, некоторые другие предположили, что Кремль дает Хабирову второй шанс. Дескать, вот, обделавшись в тот раз, Хабиров получил шанс выправить ситуацию и наладить обстановку в регионе. Ну, тут я бы не согласился, на самом деле, с обоими этими тезисами. Во-первых, если речь идет о том, что нужно подправить рейтинг «Единой России» перед выборами, то это сделано хронологически неверно. До выборов еще полгода. Если речь идет о том, что Хабирову дают второй шанс и предлагают ему исправить ситуацию, то, скорее, нет, потому что все-таки в Кремле сидят глубоко прагматичные люди. Они уже окончательно сформировали свое мнение о том, кто такой Хабиров и что он в состоянии сделать, вернее, того, чего он не в состоянии сделать. И, соответственно, они понимают, что толку никакого не будет. В общем, тут, скорее, ситуация связана с тем, что регион стремительно опускается на дно кредитной задолженности, и региону неоткуда брать дополнительные средства для социальных программ и некоторых других задач. И вот, как бы, кинули эту кость, получаете эти дивиденды и не обращайтесь, как говорится, в Минфин Российской Федерации, обходитесь своими силами. Получив в распоряжение, в управление, фактически, компанию БСК, Башкортостан и правительство Башкортостана сталкиваются неизбежно сразу с целым рядом проблем. Так и не решена сырьевая проблема комбината, так и не решена экологическая проблема в городе Стерль-Тамаке. В общем, вокруг всего этого слишком много болтовни, слишком быстро вокруг всего этого бегает семеня ножками господин Давыдов. Однако, реального движения и решения этих проблем нет. Комбинат стремительно теряет кредитный рейтинг. В отсутствии сырьевой базы банки все менее охотно будут кредитовать эту организацию. Но это, как бы, закономерно и абсолютно логично. Вот эта программа экологического оздоровления территории вокруг города Стерль-Тамака и устранения тех экологических катастроф, которые там уже случились, это все тоже пока разговоры и на бумаге. Деньги на это требуются гигантские. Финансовая схема комбината все еще не изменена, а ее нужно менять. Мы же помним о том, что один из аргументов в пользу национализации этого комбината было то, что достоверная прибыль компании выводится каким-то образом за рубеж. А сейчас как обстоит? А как обстоит дело с системой поставщиков и потребителей? Все же это было заточено, ну, по крайней мере, со слов наших лидеров и руководителей, все это было заточено на вывод капитала за рубеж. А сейчас? Куда уходят капиталы? Где они аккумулируются? Кем образом ими не распоряжаются? Огромное количество вопросов. Кроме всего прочего, конечно, главный вопрос, станет ли БСК очередной кормушкой для вот этих вот своих Хабирова? Не примкнут ли к нему, к этому обширному и весьма питательному корыту вот эти все свои из числа первых? И не получится ли так, что мы теперь просто сытно накормим там всяких Бардановых, Сидякиных и Мурзагуловых? И, в общем-то, ничего не изменится. Вопросов масса. Особенно вопросы возникают в связи с распределением и пользованием вот этими дивидендами. Мы помним, что раньше существовала какая-то странная схема, когда дивиденды уходили в распоряжение Ригфонда, а Ригфонд, почти неконтролируемый никем, занимался, ну, как сказать, пользованием этих денег. Он их тратил на те нужды, за которые никак нигде не отчитывался, по крайней мере, публично и громко. Мы помним, что Сидякин вышел там из совета директоров Ригфонда и прочее, прочее. То есть, вот в момент, самый горячий момент он там дал дёру. Вот, интересно, вернётся ли он туда теперь. Один из таких, ну, очевидных вопросов, это, что теперь делать вот этим переобувшимся ребятам, которые третий раз уже обувь поменяли на эту тему. Я имею в виду, опять же, этих Кельсинбаевых, Сидякиных, Бардановых и Мурзагуловых, которые вот ещё буквально год назад даже меньше орали о том, что, значит, просто до хрипоты орали о том, что, там, гору нужно отдать, БСК священно, там, значит, важно, стратегично и прочее, прочее. Теперь что они будут делать? Ну, Барданов, ладно, высказался, он у них там, как говорится, в семье не без урода. Но остальные-то как себя будут вести? Как ни в чём не бывало? Ну, мы, конечно, понимаем некую степень лицемерия нашей власти, но не до такой же степени. Ну, и ещё несколько вопросов, связанных непосредственно с самим процессом национализации комбинатов. Окей, государство конфисковало крупный актив у частных лиц, обвинив их в том, что приватизация БСК была неправильным и преступным процессом. Конфисковали имущество. Будет ли продолжение этой истории? Будут ли искать и наказывать виноватых в этом преступлении? Ведь либо это преступление, либо это просто отжим компании. Тут третьего не дано. То есть, либо государство отжало лакомый кусок, либо государство установило некую справедливость и восстановило эту справедливость, отобрав незаконно полученное имущество. Если это незаконно полученное имущество, тогда должно быть продолжение. Нужно изловить, объявить международный розыск злодеев, доставить их, значит, к нам сюда под конвоем в наручниках, пускай их ловит там Интерпол, и здесь их публично судить, потому что они отняли у государства, у населения, у граждан огромный актив, пользовались им много лет, извлекли из него гигантские деньги. И, кстати говоря, где эти деньги? Это в случае, если мы трактуем ситуацию как криминал. А то сейчас это выглядит очень странно. Мы отнимаем у них это предприятие и говорим, ну ладно, попользовались и свободны. Можете денежки не возвращать, там ваши вот эти миллиарды, триллионы или сколько там, чего вы там получили. Это ладно, это пускай будет ваше, наша теперь компания. Ну, согласитесь, это с юридической точки зрения очень нелогично. Завершая рассуждение на эту тему, я вот обещанный вопрос все-таки затронул. Вопрос восторга Шариковых. Вот этот вот тезис о том, что что тут рассуждать, надо все отобрать и поделить, собственно, меня поразило, насколько радостно к этому отнеслись люди, увидев, как вот у этих вот злосчастных буржуев, у этих физических лиц, там трех или четырех, отобрали крупный комбинат и забрали в национальную собственность. Вот эта национализация, она на самом деле должна пугать, а не радовать. Потому что если это просто по беспределу отобрали, то тогда это не последний раз. Тогда государство войдет во вкус и начнет отбирать, определять вот эту странную справедливость, о которой бормотал какой-то профессор на БСТ на этой неделе. Он, в общем-то, был экономист, а рассуждал о справедливости. Вот этой категории, на самом деле, в экономической науке не существует. Если мы будем перераспределять имущество с точки зрения справедливости, то рано или поздно в вашу трехкомнатную квартиру постучится какой-нибудь пастух, который живет в юрте, выбьет эту дверь и поселится в вашей квартире, потому что справедливый ведь. Он же живет с шестью детьми в юрте, а вы тут, значит, втроем в трехкомнатной квартире. Вот надо об этом думать. Если у нас вместо закона начнет работать понятие справедливости, какие-то, значит, вот эти вот бандитские принципы, вот тогда мы получим примерно такое. И если мы будем руководствоваться не законом, а понятиями, а вот справедливость — это как раз понятие, так вот тогда эта справедливость однажды постучится в каждую нашу дверь. Я крайне редко цитирую Владимира Путина, не помню даже, когда я делал это последний раз, по крайней мере, дословно, но тут я немножко изменю своим правилам и процитирую то, что сказал Владимир Путин на минувшей неделе, 30 марта, в Игорево, рассуждая о сущности национальной идеи, национальной политики в Российской Федерации. Цитирую дословно поэт Артас. «Мы в России не должны допустить и не допустим агрессивны, неуважительны по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности». Конец цитаты. Вот об этом говорил Путин в Огарево 30 марта, но буквально за неделю до этого, во время совещания семинара Портактива Башкортостанского отделения Единой России с участием секретарей и исполнительных секретарей местных отделений партии, господин Сидякин, выступая после обеда, разговаривая с этим Портактивом, заявил буквально следующее на вопрос об отношении к справедливой России в республике Башкортостан. Цитирую Сидякина. «Нам нужен свой местный кандидат, а те, кто хочет сейчас выдвигаться, пусть за них в Дагестане голосуют». Конец цитаты. Ну, несомненно, конечно, Сидякин имел в виду депутата Государственной Думы Амарова Гаджимурата Зербековича и его намерение баллотироваться вновь в республике Башкортостан. Вот в связи с этим высказыванием господина Сидякина у меня есть ряд вопросов, и я полагаю, что адресовать эти вопросы нужно непосредственно к правоохранительным органам, которые у нас надзирают за некоторыми вопросами соблюдения национальной этики и правил взаимоотношений между национальностями в России. И вопросы у меня следующие. Во-первых, не являются ли подобные высказывания гражданина Сидякина проявлением ксенофобии и дискриминации по национальному признаку? Второе, не нарушают ли эти высказывания права россиян баллотироваться в выборные органы власти в любой точке Российской Федерации вне зависимости от места проживания гражданина? Это право, кстати говоря, закреплено Конституцией. Третий вопрос. Имеет ли чиновник уровня Сидякина право подобным образом воздействовать на политические структуры, а Единой России все-таки политическая структура, в лице актива этой структуры, и не является ли это прямым вмешательством в избирательные процессы? По сути, Сидякин объяснил тот вектор, который желателен административной власти в отношении выборов на территории Башкирии. Вот эти вопросы, пожалуй, нужно задать правоохранителям, потому что господин Сидякин, по-моему, уже начал заговариваться и начал в открытую заявлять свои настоящие мировоззренческие системы и структуры, которые обитают в его черепной коробке, если бы эти мысли были у него там внутри, или он их излагал где-то вечером на кухне, это бы еще было полбеды. Если бы он на ночь носил там каску вермахта, но никому об этом не показывал и не рассказывал, это было бы еще полбеды. Но вот эти заявления по поводу русские в Рязань, татары в Казани, а дагестанцы в Дагестан, я утрирую, обобщаю, но вот эти заявления, на мой взгляд, совершенно недопустимы. По сути, Сидякин высказался о некой национальной сегрегации, то есть, если человек дагестанец, и он там родом из Дагестана, то, значит, ему следует баллотироваться в Дагестане, и пускай в Дагестане за него голосуют, а здесь за него не должны голосовать. Я так, по крайней мере, понял высказывание гражданина Сидякина. То вот это, конечно, на мой взгляд, нарушает некие конституционные нормы. И, кстати говоря, например, в Федеральной службе безопасности существует целое специальное управление по защите конституционного строя. Возможно, вот этому управлению нужно обратить внимание на высказывание гражданина Сидякина. Возможно, гражданин Сидякин заигрался, заговорился. Может быть, ему полагается двушечка. Я не знаю. Вот пускай сначала следственные органы, а потом судебное решение определить судьбу этого гражданина. Не утихают страсти вокруг объединения УГАТУ и БГУ. На прошедшей неделе произошло два заметных события в этой области. Первым из них стало то, что ныне действующий ректор авиационного университета господин Новиков подал в суд иск о защите чести и достоинства против своего предшественника, господина Кусимова. Судя по всему, так как мы не видели искового заявления, мы можем только предполагать, и судя по тому, что предполагает господин Кусимов, господин Новиков оскорбился на некий комментарий в социальной сети со стороны господина Кусимова. Вообще, конечно, мне стыдно за Сергея, я имею в виду Сергея Новикова. Мне просто реально за него стыдно, потому что мы знакомы, я его знаю, и это тот самый испанский стыд, когда ты не сделал ничего плохого, а тебе стыдно за другого. Честно признаться, в последнее время, общаясь с преподавателями авиационного университета, я слышу только плохое в адрес того, во что превратился в ВУЗ под управлением господин Новикова. Это, конечно, субъективное суждение, но, тем не менее, это свидетельское суждение, это суждение людей, которые там работают. И набраться наглости, подлости или чего-то еще, чтобы подавать в суд на уважаемого человека, который более 10 лет руководил УГАТУ и привел этот ВУЗ к тому достаточно хорошему состоянию, к которому пришел ВУЗ к концу карьеры господина Кусимова. И вот на месте господина Новикова, который без года неделю возглавляет этот ВУЗ, и который, в общем-то, никакого отношения к высшему образованию, к высшей школе не имеет, вот дойти до такого уровня поступков, конечно, это стыдно, это плохо. И мне действительно стыдно за Сергея Новикова. Вторым заметным событием вокруг этой истории было некое собрание студентов, которое случилось 31 марта в Конгресс-холле. Тщательно отобранные студенты из числа тех, кому было объявлено, что если вы не явитесь и не будете вести себя хорошо, то у вас будут проблемы, заполнили зал. И отдельно специально отобранные студенты, которые уяснили для себя, что лучший способ сделать карьеру это сделать приятное начальство, вот отобранные подобные индивиды сделали выступление, заявление, значит, на тему «Ура-ура!» Как прекрасно, если мы объединим ВУЗы. Честно говоря, мероприятие получилось каким-то немного жалким. Особенно странно там выглядел Хабиров на гигантском экране, который нависал над всей этой несчастной братьей и как-то очень угрожающе выглядел. То есть это не выглядело как нормальное общение, это не выглядело как некий диалог, это выглядело как какое-то вот, ну, такое мистическое пришествие с небес, и вот, значит, страшный дяденька там чего-то откуда-то появился. В целом это, конечно, получилось фу. Очевидно, что автор и исполнитель этого собрания, сборища, конечно же, господин Барданов, то есть это в его стилистике вот этих вот московских ассоциаций студентов Башкортостана, с той разницей, что раньше это были незаметные, никому не нужные мероприятия, на которые просто там списывались какие-то бюджеты, то теперь это заявлено как некая акция, которая имеет какое-то значение при принятии вот этого решения. Я все-таки надеюсь, сохраняю надежду на то, что решения будут принимать там не здесь у нас, а в Москве, и они трезво взвесят вот то, во что это все превратилось. Я надеюсь, что будет принято взвешенное и правильное решение, никакого объединения не случится. Теперь поговорим о достижениях народного хозяйства, достижениях различных отраслей народного хозяйства Республики Башкортостан, и начнем с образования. Крайне редко новости об образовании в Башкортостане проникают на федеральный уровень. Судя по всему, вот эти все замечательные разноцветные школы и прочие затеи ради Хабирова и Айбулата Хажина не достигают уровня национальных новостей, однако вот в этот раз случилось. Собственно, к сожалению, случилось, потому что во всеуслышании на весь мир и на всю Россию прогремела история в городе Кумертау, когда на уроке рисования в первом классе учительница за отсутствие альбома у первоклассницы выставила ей двойку прямо на лоб. Это действительно не фигурально, а буквально. Она взяла шариковую ручку и многократно вывела на лбу у девочки эту двойку. Скандал, конечно, разразился до небес. Я бы на месте родителей потребовал бы чего-то более кардинального, чем просто увольнение этого учителя. Башинформ, кстати говоря, среагировал совершенно стереотипно, как и в прошлый раз, когда дети грелись в коровнике, Башинформ заявил, что этого всего не было. Первая реакция была, этого всего не было. Вторая реакция, а уже родители отказались от своих претензий, как будто это решает проблему. В общем, конечно, вот конкретная иллюстрация того, какие кадры набрал работать в наше образование господин Хажин. Эти кадры прошли через строгий отбор и мелкое сито отбора для права трудиться в школах Башкортостана. Вот эта двойка на лбу, это, пожалуй, двойка на лоб самому господину Хажину. Теперь о достижениях здравоохранения в республике Башкортостан. Последние месяцы мы много слышим о том, как много денег расходуется на здравоохранение, как возрос бюджет Министерства здравоохранения, как все прекрасно, замечательно, чудесно организовано господином Забелином. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, заявления медиков из разных концов Башкирии и совершенно из разных сфер. В частности, издание про Уфу на прошедшей неделе сообщило о том, что к ним обратились медики 21-й больницы города Уфы. Это крупнейшая больница в Уфе и в республике. Так вот, медики этой больницы сообщили о абсолютно катастрофическом состоянии в больнице. Речь идет о том, что не хватает, нет в наличии элементарных вещей, нет шовного материала, чтобы делать элементарные операции, например, аппендицит. Отсутствует постельное белье, и больных некуда класть. При этом сотрудники 21-й больницы заявляют о том, что они практически не видят главврача Нагаева на рабочем месте. Как он туда попадает и как он туда исчезает, никто не может определить. Отдельные входы или черный ход, или подземные туннели. Ну, в общем, вот что-то такое нехорошее творится. Кроме всего прочего, резко уменьшилось количество операций, проведенных в этой крупнейшей больнице республики. На 1900 штук по сравнению с 2019 годом, в 2020 году сделали меньше операций. А ведь болеть люди меньше не стали. То есть, вот настолько катастрофическую ситуацию описывают 21-й больницы. И все это на фоне бодрых реаляций господина Забелина о том, что у нас все прекрасно и все замечательно. А еще медики Ишимбайского района обратились к республиканским властям. Обратились с совершенно конкретными требованиями. Их, в общем-то, три. Первое. Прекратить попытки администрации Ишимбайского района скрыть случаи заболеваний COVID-19. Вот это возмутительная история. Это, помните, да, кто управляет этим районом? Вот этот самый Абдрахманов, вот этот, который громил лагерь на Куштау, он все еще управляет, он свой. Своих в обиду не дадим. И вот этот человек, видимо, под его началом администрация скрывает случаи заболеваний ковидом. Ну, по крайней мере, так утверждают медики Ишимбайского района. Второе требование – обеспечить их автотранспортом. Из семи полагающихся, всего семь скорых помощи в этом районе, так вот из семи тех, которые полагаются, на самом деле в наличии есть только пять. Это какой-то ужас. А также врачи Ишимбайского района требуют выплат за работу с ковидными больными. Несмотря на заявление Забелина о том, что все выплаты совершены, осуществлены, вообще проблем никаких нет, медики целого района, района, в котором родился глава республики Башкортостан, на недействующий ради Хабиров, вот это его район, в котором не платят медикам компенсацию за работу с ковидными больными. Подытоживая вот этот вот обзор достижения народного хозяйства, могу сказать, что именно Хажин и Забелин были на прошедшей неделе самыми яркими представителями передовиков правительства республики Башкортостан. Судя по всему, правительство движется в обратном направлении относительно вектора прогресса, и, соответственно, в этом случае тоже есть свои передовики. Это те, кто максимально этот прогресс притормаживают либо останавливают, и вот на этой неделе это Хажин и Забелин. Я вновь напоминаю нашим подписчикам, зрителям и почитателям о том, что поддержка канала – это не только приятно, но и полезно. Я говорю о том, что у нас теперь есть некая система спонсорства, вот эта синяя кнопочка «Спонсировать», если вы на нее нажмете, там появятся инструкции, как это все делать, то есть это инструмент регулярно жертвовать нам от мизерной до весьма существенной суммы в зависимости от вашего кошелька, кармана и в зависимости от того, насколько сильно вы любите наш канал. А вот специально для тех, кто уже стал спонсором в предыдущем месяце и впоследствии станет им, мы завтра в 8 часов организовываем закрытый стрим. Работает это следующим образом. Все, кто являются спонсорами третьего уровня, это самые щедрые наши почитатели, они получат ссылку по почте на этот стрим. И только они смогут зайти на него, и только они смогут в нем участвовать. Вы уж извините нас все остальные и прочие, мы вот соберемся вот этим узким кругом. Здесь есть еще один приятный нюанс. Вот когда поступают всякие претензии за то, что в эфире там что-нибудь на кого-нибудь наговорили, кого-то обидели, и те побежали в суд, речь заходит о распространении информации в отношении неопределенного круга лиц. В закрытый стрим в эту категорию не попадает. Это определенный круг лиц, это закрытое мероприятие, и там мы можем говорить о чем угодно. Чувствую, что разговор будет интересным, жарким и без всяких купюр. Так что все, кто завтра получит эту ссылку, это спонсоры третьего уровня, добро пожаловать завтра в 8 часов, подключайтесь. Компания будет небольшая, соответственно поговорим с каждым. Ну а теперь наша любимая тема – коррупция. Коррупция в Башкортостане вообще приобретает характер национального спорта. И вот на прошедшей неделе стало известно о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала беспрецедентный всплеск коррупционных проявлений в Республике Башкортостан. В частности, говорится о том, что в январе-феврале 2021 года показатель коррупции увеличился на 11,8% относительно прошлого года, периода прошлого года. А в целом отношение к 2020 году еще больше рос – 21,1%. То есть, судя по всему, чиновники Хабировской команды окончательно сняли с себя ковидные ограничения по части коррупции в том числе. В то время, когда Генеральная прокуратура Российской Федерации делает вот такие тревожные заявления, в этот же самый момент мадам Прочаковская отправляется в эфир «Эхо Москвы» и со слезами в голосе начинает хлопотать за своих коллег, за господина Беляева и Кучербаева, рассказывает о том, какие они прекрасные, замечательные, и вовсе не осужденные, и вовсе не арестованные, а всего лишь под домашним арестом. В общем, мадам Прочаковская так трогательно хлопотала за этих своих коллег, что тем удивительнее было узнать о некоторых подробностях, связанных с этими двумя персонажами, и я говорю о подробностях, связанных с их имущественным комплексом, которые все больше и больше появляются на поверхности. В частности, выяснилось, что господин Беляев вовсе не продал свое имение в Шабагише, а всего лишь в 16-м году переоформил все на любимую тещу. 531 квадратный метр жилья и полгектара земли он переоформил на свою тещу, тем самым, как бы отойдя в сторону от этой собственности, судя по всему, не перестав ею владеть. И еще одна пикантная подробность. Одновременно в августе 2020 года господин Беляев совершил два крупных имущественных приобретения, и оба они связаны с недвижимостью. А именно, в поселке Акбердина, по адресу улица Дружбы 9, он приобретает неотделанный дом 450 квадратных метров, гараж 150 квадратных метров и участок в 30 соток за 27 миллионов рублей. В тот же день на любимую тещу господин Беляев оформляет квартиру в жилом комплексе «Аристократ» на улице Ленина 75 120 квадратных метров стоимостью 17 миллионов рублей. Вот эти бессеребренненькие, честные парни, по словам госпожи Прочельковской, это еще не все. Это только то, что стало известно мне на прошлой неделе относительно их имущественного комплекса. Я не знаю, известно ли об этом следствию, но советую следствию проверить обстоятельства приобретения тещей господину Беляева вот этих вот обширных имущественных объектов. Про Курчербаева все скромнее. Он всего лишь приобрел квартиру на Кирово 31 площадью 110 квадратных метров стоимостью все те же 17 миллионов рублей. В общем, вот эти бессеребренники, вот они во всей своей красе. Мы продолжаем выяснять, что они еще обрели в процессе своего тяжкого изнурительного труда в правительстве Республики Башкортостан и вернемся, безусловно, к этому в последующих передачах. И немаловажный практический вопрос, обоснованы ли эти расходы? Откуда такие суммы единовременно появляются у господ Кучербаева-Беляева? Никто из них, кстати говоря, не воспользовался ипотекой. Все было оплачено полностью и сразу. И 27 миллионов, и 17, и прочее, и прочее, и прочее. Мы же не касаемся еще мелких расходов. Это там джипов, лимузинов и прочих мелочей, которые тоже, безусловно, присутствовали во всей этой истории. Так что следствию есть над чем думать. Еще одна история про коррупцию в Башкирии. Это как гром среди ясного неба. На прошедшей неделе прозвучало требование прокуратуры об отставке Юлая Ильясова, который сейчас возглавляет Куиргазинский район. Вообще. Тихий омот. Ничего мы не слышали про Куиргазинский район. И вдруг вот так. Дело в том, что Юлай Ильясов это ближайший свой ради Хабирова. Еще в те далекие времена Хабиров был настолько близок к Юлаю Ильясову, что даже принимал участие в некоторых коллизиях его личной жизни. Это я знаю лично, потому что знаком с очевидцами этих процессов. В общем, это очень близкий свой. И вот вернувшись в Башкирию в 2018 году Хабиров пристраивает совсем уже потерявшегося здесь Юлая Ильясова в это теплое место главой Куиргазинского района. Надо отметить, что, конечно, Юлай Ильясов он прославился в республике в былые годы очень странными событиями вокруг того, как его изгнали из Министерства земельных и имущественных отношений. Предположительно, за попытку завладения помещением площадью одна тысяча квадратных метров на улице Гафури через коммерсанта Мугинова. Это предположительно, я не утверждаю, но так, по крайней мере, излагают в Министерстве земельных и имущественных отношений бывшие сотрудники этого ведомства. Некоторое время Юлай Ильясов скитался и мучился, будучи сотрудником Башнефти, но с приходом Роснефти выпинули его и оттуда. И вот только Хабиров его опять подобрал, опять пристроил в теплое место, значит, не дал другую товарищу пропасть. Видимо, понимая то, насколько близок Юлай Ильясов к Хабирову, совет Квиргазинского района вовсе не воспринял рекомендацию прокуратуры как рекомендацию к действию, а начал футболить все эти документы, зачем-то отправив их в контрольно-ревизионное управление главы администрации региона. На самом деле, надо было бы исполнить требования прокуратуры, и здесь вот будет очень четко понятно, насколько прокуратура позволяет собой манипулировать вот так, как сейчас это происходит в Хабировском районе. Я надеюсь, что прокуратура будет требовать и добиваться этого решения непосредственно, например, через суд. Такие прецеденты в Башкирии уже были. И вот тут мы можем посидеть на берегу и понаблюдать за тем, насколько у нас принципиальная прокуратура, насколько она готова идти до конца в принятых решениях, либо она сдастся и поддастся энергии вот этих вот своих и неприкасаемых, которые у нас все еще существуют в Башкирии. Заодно мы посмотрим, насколько Юлай Ильясов все еще дорог радио Фаритовичу Хабирову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова